Субтитры делал DimaTorzok У вас хорошо видно и слышно Зашел еще вопросы Появились Люди прислали Хотел бы вам задать Ну пожалуйста Вот по обстановке в мире Мы вчера обсудили По Карабаху Но вот такой вот вопрос один Тоже возник Как вот вы к этому относитесь Вот во Франции Во Франции Произошел случай Учитель Ну уже Он не настолько то молодой Его убил Некий Чеченец 18 летний Выследил его и убил И вот хотел бы сказать У вас спросить Как вы вообще на это Как вот на эту ситуацию Реагирует на что К чему вот это все ведет Почему Вот что за толерантность Такая во Франции Которые что они себе позволяют Какие-то карикатуры рисовать И Заслуженно ли они получают В итоге Что их так убивают Как к этому относиться Ну относительно заслуги Можно сказать Что неравновесие В первую очередь Выследил Он вышел не на дуэль А как правило Тайна А на это все Любой вид убийства Рассматривается В Евангелии от Яна 8 глава 44 стих Этим людям Какой бы они веры не были Без верия полная Кто там Лермонтова убил Пушкина Дантес Здесь Мартынов Ко всем относятся Ваш отец дьявол И вы хотите Исполнять похоти Отца вашего Тогда не хотели Хотите А раз убили Он был человек Убийца от начала Не устоял в истине Ибо нет в нем истины Когда он говорит Ложь Говорит свое Ибо он лжеца Отец лжи Вот и все Что бы он сначала не делал Как можно убить Жизнь Бог дал И Бог только может ее отнять Это конкретно В данном случае Это не война А в войне там другой вопрос Стоит А здесь он это сделал Вот мне близкий был знакомый один Двоеродный племянник Главного идеолога Советского Союза Суслова Михаила Андреевича Геннадий Яковлев В моем доме он пришел В православие И потом стал священником Туре Енисейский округ Красноярский там К северу туда Познакомился Какой-то там был Руслан Называл себя Кришнаитом Ему этот Кришнаит Кришна Черный переводится Сказал Убей этого священника Он иеромонах был Вообще-то Ни семьи Ничего нет Он любил в храме быть Это был Республиканского масштаба Комсомольский работник На Украине Закончил Одесский институт Вот такое дело И он его убил Перочином ножиком Отрезал голову И здесь точно так же Конечно Сравнивать нельзя Ну а все-таки-то Убийца тот и другой Вот когда Решает где-то Судья Убийца Свидетели Адвокаты Начинают Выгораживать его Убийцу Писание говорит Смерть за смерть В Ветхом Завете Они до Нового Завета Не доросли Значит пускай пользуются Законом Моисея Смерть за смерть Поэтому надо В учет брать Свидетеля главного Убитого Вы его спросили Нет А раз не спросили Поэтому вешавас Суд кверх тормашками А он ответил бы Раз он меня убил Ему не надо жить Конкретно Определенно И четко И ясно В любом Государстве В Америке Там ведь не все Меморандумы Неприкосновенности Жизни Подписали Есть штаты Где расстрел идет Расстрел Пусть сегодняшний день Идет на Белоруссии Что увеличилось Больше стало Нет конечно Страх удержит Нет Они наоборот Будут убивать Кого-то не добивать Чтобы смерти не было Все это фальш И так и здесь Если вот Первые христиане Как они высмеивали Этих идолов Вот такой-то Такой-то Вот считаем Житие святой Екатерины Великомученицы Другие Они говорили Если я оскорбил Бога вашего Идол называют Асклипия По медицине Марса Бог войны Венера Плодородие Диана Она Плодородие Земли Пускай он сам До себя заступится Я его Тебя не оскорблял Тебя не касался Если считают А тебя кто ставил Уполномоченным За него ходатайствовать И распоряжаться Жизнью другого человека Безумие Безумие полное Абсолютное А сделали А его поддержат Другие Ну на суде Божьем Все будут Кто поддерживал Кто что-то Ты к себе Примерь это Вот такие есть люди Которые Ну нельзя Против слова сказать Против него Вот сейчас Много обвиняют Одного другого Правителя страны Кто против него Поднимал голос Все исчезают Исчезают Насильственной смертью Это ни один Ни два Я могу называть Правителя Я неоднократно Об этом говорил А он их еще убивал Я не говорил Что он убивал Убивали другие Отравляли Там Радиоактивные Вещества Подсыпали Что угодно Литвиненко Знал это Александр Да не он один Немцов Знал Я беру об этом Что у нас здесь было Конкретно Вот Левашов Там Николай Петров Генерал Константин И все исчезают Почему Они начинали говорить Против одного правителя И все один за другим Исчезают Новодворскую Валерию тоже потянуло Критиковать Маленькая какая-то Там Бородавка Или что у нее на ноге Взяли все Сожгли В пище Я называю Возьми Илюхин Высокого ранга Юрист КПРФ Российской Федерации Стал готовить суд Над важным лицом Внезапно умирают Внезапно при том И выступает там Зюганов И другие Говорят Он не болел Недавно только проходил Там Медицинский осмотр Отличное здоровье Ну молодой Там лет 50 С чем-то может быть Не молодой Но и не старый Что это такое Так другие По другим странам Рассылают Кто против него воюет Всех уничтожать Так что это такое Было И поэтому Приписывать определенно Кому-то А российские Русские Что не делали А православные Разве в этом не участвовали Вот когда говорят Ария Внутренность выпала В туалете Я разговаривал с врачами Может ли от натуги Когда в туалете Человек И живот лопнуть Не может Внутрь не может Кожа не лопнет А его нашли в гное То есть в дерьме Драма Льва и Ставрянина Прямо во время Такой вот Песни Песнопения Рождество Царская особа Имеет право В алтарь Заходить Он в алтаре Защищался крестом И руку с крестом Отрубили Подкараулили его Каноны Не каноны Убили Это православное Это разве один только Определенно не доказано Доказано А Иван Грозный Что делал Чуть-чуть это Уж говорить не надо Про Сталина Про Гитлера Убийца Есть убийство Убийца Царь Всего же не наследует А этого Кто убил Его поддерживают Всегда найдутся подельники Единоверцы И проще Я говорю вообще Об убийстве И поэтому Рассматривать данный поступок Как Злостное убийство Этот человек Сделавший это Согласно Ветхозавета И по другим Какие есть Мировые религии Он достоин смерти Не надо оправдывать Вот ответ Ну а тот Который рисовал Зачем рисовать было-то Ничего он этим не сделал Кроме того Что разжигали где-то У меня было Я заранее Вот взял За правило Никогда не произносить Произносят Допустим С мусульманами Знаешь Я не произношу имя Аллах Мухаммад Коран Это табу Почему Их сразу раздражает Они бесноватые В большинстве своем Это Об этом говорят Святые отцы И прочее Бешеная злоба Там резать надо Это К седьмому веку Относится К пятому Было А православные католики Да ничем не лучше То же самое Инквизиция Что она вытворяла Только инквизиция Она уничтожила 12 миллионов католиков А у православных И сопеляне Другие У дьявола Везде есть свои Служители Убийцы А в Российской Федерации За время перестройки Убиты 120 миллионов Младенцев Утробе Отец Дмитрий Об этом говорил Смирнов Защита ребенка Должна начинаться Не с рождения А с зачатия А почему 138-й псалом Говорит Завродыш мой Видели очи твои В твоей книге Записаны все дни Для меня назначены Когда ни одного Из них еще не было Понимаешь Как Священное Писание Выбудет на том И никогда Православные христиане Не должны Ни клясться Ни присягу принимать Тем более Есть возможность Альтернативной службой От них отойти Наши вот все Пишут заявления Не позже Чем за полгода До приза об армии Ну а дальше Направляют на год Дольше служить Ухаживают за больными За заразными А тут никого не берут У них и нет нигде Возиться За ним смотреть И все И он не отказник И в то же время Нигде не нарушил А другой Это у нас был священник Он заранее составил все И сказал Я пойду на Минное поле Спасать раненых Вот есть там Адвентистский фильм Такой Когда он Не хотел идти А потом пошел Или там Адвентисты по-моему Или Бармона И он Как-то там Что-то такое Название И он пошел на фронт По соображениям совести Да, да И сколько он спас Сколько А батюшка наш служил Когда в армии И там у них был Адвентист седьмого дня А они за субботу держатся В субботу А он не идет Он говорит Нельзя В воскресенье Две смены от работы Его сажают на пять дней На пять Через пять дней Выпускают в пятницу В субботу идти И он всю службу Просидел на губ Вахте Ну что нормально Столько бы он дел Наворочил Это честные люди Такие добросовестные Ну это просто Дурь какая-то Я про одного считал В армию Они брали его Ну один нашелся Там в военкомате И говорит А ты кем работал Да я при монастыре работал Я спрашиваю специальность Да я все умею Как все Ну я хлебы Просворы пек Я хлеб знаю Как печь надо Что А еще что делал Обувь разную могу точать Любую обувь А еще что Он стал перечислять Все-то книги переплетает Нитки делает Он говорит Ну давайте Расстреляйте его Еще вы получите А он один Заменяет несколько человек Да к нему потом Вплоть до командира дивизии Приходили сапоги новые Сточать А когда хлеба нигде не было Он где-то доставал муки И такой хлеб Стрят Или выдавал себя За конношернаит А этот выдавал себя За другой там Религию какую-то Ну что К себе Примерь Поэтому Голосовать мы должны Если где-то За слово Божие За Святую Библию Сказано Не убей Все Ни самоубийцы Тем более Ни убийцы Сарствие Божие Не наследуют А если он сейчас Обратится А если покается Если он еще не был Крещеный То Крещение все Ему омоется грех А если был крещеный Сделал это Отдаляется от церкви На 18 лет Отлученный будет Под эпитемией 18 лет Ну и конечно Жизни-то не вернешь Все равно Четко и определенное Никогда Нигде христианин В этом участвовать Не будет А православный Участвует Да сколько угодно Говорить даже не надо Называли себя Православными Владимир Ульянов Венчался со своей Наденькой Он же не маленький был Если венчался А в храме стоял Крест целовал Венец надевал Чтобы она приехала Так что Мы за то Чтобы все было мирно А рисовать не надо Ничего Это ничего не дает Молиться надо Мы молимся Всегда за всех друзей Которые у нас есть Мусульмане Настоящие друзья Я всегда подчеркиваю Я всегда подчеркиваю Что в Баку Ставка была у нас В доме Мулы Первый раз Я говорю В жизни Встретил Такой высокий Уровень образования У Мулы Разговорных Шесть языков А у них четыре И у них на столе Ну как Как буфет Лежит Библия русская Да не одна Кажется Лежит их книга Какая есть И там еще Веды Или что-то такое Отдельно Тора Вот какие И потом мы вместе Ходили Пошли Меня отправили Туда В мечеть Я там молился В другом месте Нам открыли На хищеване Или где там Открыли Библиотеку Ряд дали книги Попросили там Стрелка Комната для намаза Можно нет Он мигом Сразу развернулся Так все Заходите Открыто Мы разуялись Там все засняли Мы просили Мира Дагестану России Вот так У нас Хорошие близкие отношения С мусульманами В Барнауле Никто никому Головы не режет На меня Они один раз Пытались наехать Но у них Ничего не получилось Они ничего Не могли доказать Я просто сказал им Определенно Вы трудитесь Для Бога И считайте Свою книгу В прошлом году Передо мной Прошло в чат Рулетки 2600 человек Я всем показывал Считал Это ваша книга Ваша книга Как для нас Библия Я ее не трогаю Не критикую Я прочитал Несколько раз Симфонию Считай на нее Составил почти Вы считайте 2600 человек И ни один не читал И ни один Двое из них Начались Просчитать А перевести Не могли Я никогда не думал Что Они не знают У нас Библию Многие ли православные Знают Да некоторые еще В общине есть Которые не прочитали Так что Тут судить Никак нельзя Но Это недопустимо Убить человека За то Что картинку нарисовал Скореза Которого Искушение Христа Кажется Бунтовали православным Никто никого Не убивал Христа Там показали Вроде бы С Марией Магдалиной С Саити Имел Ну глупости Один ответ Этого делать нельзя И никогда Поддерживать нельзя Да Ну Благодарю Ну вот Смотрите Это уже Повторный случай До этого Во Франции Уже какое-то Издательство Там было То ли газета Какая-то Она как раз Таки тоже Занималась этим И там То ли сожгли То ли там Убийство было Но Убили полицейских Ставили охранять Их застрели И всю редакцию Застрелили Там человек шесть Был Я считал Да А вот Салман Ружди Когда написал Сатанинские стихи Его приговорили К смерти Аллах Амени Его везде прячут Там англика Амени Эти Англичане А где он бывает Выступает Его привезут И внезапно Перед студентами Он выступил И сразу Его нигде нету А дали указ Пустили черную стрелу Вслед его Убить Там 50 что ли Миллионов долларов Что-то такая Громадейшая сумма Ну а Амени Уже нет А он все еще живой Как правило Такие люди Разводятся с женами С детьми Они о них не знают Ничего По всему миру рискают А как У евреев точно так же Эхмана выкрали Привезли Казнили Повесили Вот меня спрашивают А вот почему Так вот Евреи Там не любят Мусульман Мусульмане Евреев Я говорю Только потому Что и русских Ненавидят Я говорю Потому что и русских Ненавидят Вот у меня есть Которые бы из них Ненавидели Нету Свои Есть родственники Свои А чтобы Вот так Евреи Меня ненавидели Вообще Даже нет Я говорю Не о мусульманах Тем более Мы по всей стране Ехали И доехали С Барнаула До Владивостока Потом до Лиссабона Скандинавия Прибалтика И везде Встречались мусульмане Если какая-то нужда Они всегда помогали нам Если мы молимся А рядом на дороге Где-то работают Там разные Узбеки Таджики У меня стопроцентная гарантия Что они Нас в обиду Не дадут Они любят Когда люди молятся Это было В Германии Во Франции Мы начали молиться И они А потом мы Разговорились Она говорит Я русская Вышла за них За него замуж И нам удивительно Что русские молятся А потом там На одном месте Смотрим Такая же почти Газель Как наша Мальчишка вылез Вылез Расселил свой Дастархан На колени встал Я говорю У нас разве Там 17 лет не будет Молиться Один где-то Стоять Он прямо Прямо как будто Он в мещете находится Мне это очень близко К сердцу Мы вот В городах были 650 городов Посетили 120 тысяч километров Прошли Я 650 библиотек Подарил свои книги 38 томов Это чего-то Говорится стоит И когда выезжали Мы всегда Расстилали Военная палатка 2 на 2 метра И молились И поднимали руки И проставляли Бога И рядом бывает Мусульмане работать Они внимательно Смотрят за нами Когда в советское время В Баку мы были Ну Помолиться-то Время пришло Вечернее Смотрим Они там Женщины Что-то расстелили Там свое И молятся Мы сразу Своё одеяло Раскинули И тоже встали Милиционер идет А тогда Советский Союз Это был И даже на нас И не смотрят А мы там Помолились Как надо Вечерню справили Видите Они нам помогли А здесь было Когда нас завели Говорили В Чечню Не ездят Чуть-то голову режут Вы-то хотите Быть мучеником На меня Это мы все знаем А молодых-то берете Зачем А мы раза три Были в Чечне Они нас принимали Как родные братьев Мало того В магазин завели Берите Что-то Ну мы еще не будем Брать Такой кусок сыру Хотели отвалить Нам Я говорю Помидорчики Взяли были Там лаваш Лепешку Сфотографировались Поэтому Не все верно Когда говорят О людях Не расположенные Режут Чечня Никто нас не резал И нигде этого не было Мне сильно нравится У них женщина Как они одеваются Был в Болгарии Она едет на машине А у ней хиджаб И видно Такая высокого роста Так сидит за рулем И тут красный свет Наверное был И затормозило А я увидел Показал ей вот так вот руки И поклонился И она улыбнулась У меня ей тоже поклонилась У нас в общине Так же люди одеваются Два платка И платья Чуть не до полу Так что мы можем жить Дружно Интересно И красиво Конечно о Христе Мы им даже и говорить Это наша обязанность Но он не принял Не принял Дальше все Жизнь идет Так же будем принимать И встречаться И заступать Все друг за друга Да Ну вот То что вот это Вообще происходит И во Франции часто Не может ли быть Это каким-то Ну планом Подрыва Вот Подрыва Непосредственно мира На земле Вот и конкретно Через это В Европе Вывод то такой Я понял Знать я не знаю Там было ли небо Но к этому и ведет все К этому Зачем это нужно Они так верят Это их выбор Ну и все Меня Бог послал Господь И говорит Идите проповедуйте Евангелие Всей твари Кто будет веровать Креститься Спасен будет Кто не будет веровать Осужден будет Евангелие от Марка 16 глав 15 стих Мне не сказано И другие книги Опровергай Критикуй Или рисуй Нет этого Проповедуй Я это и делаю Я говорю У вас Пятая сура 68 аят Считайте Про нас говорится Нам инжил дан Евангелие Христова И чтобы по нему Мы жили Ну вот вы Упоминали человека Которого Кто против него Восставал В итоге все умирали Ну вы то как считаете Это от него исходит Это Или возможно Вот допустим Как Сравню я Вот к примеру Гитлер Да Я сравниваю Гитлера Не потому что они похожи А просто вот До определенного момента Времени Его невозможно было убить Просто на просто И он так сам о себе И думал То есть Он даже не делал Это никакие Бывало действия Ну там Ни защита Не срабатывала А просто Какие-то Какое-то Сочетание обстоятельств Создавало Такие условия Что его Сколько раз Пытались на него Покушение И это не получалось То есть Его до определенного Времени Бог хранил Просто от того Чтобы его убили Возможно ли Такое Что И в данном случае Люди Кто восстают Они просто Покушаются на то Что Ну то есть Вторгаются в божий промысел И им просто не дано Это То есть И они поэтому То есть Находятся какие-то Другие люди Которые убивают Но то что это не исходит От того Самого человека На кого они восстают Было такое Он поговорил И быстро вышел И поехал Никто не ожидал Этого от него А так Он едет в машине Кто видел Чтоб Сталин Ездил в машине Перед всем народом Только захватилище Чехословакии Там открыто Ни одного охранника Никого нету Он знал Меня не убьют Ну конечно Вы правы здесь Правильно Надо довериться Богу Я вот Многократно В жизни своей По грани шел Я говорил Как неразумно Поступал Дерутся на ножах А я вмешался Там растащил Я довольно сильный Был тогда И Глупо же сделал Люди-то неверующие А потом они мне Подарки несли Матери там Вот это Колокол 1774 года И эта машина Опрокинулась Я добился Чтобы они Даже они там Воровали Вернули обратно В вагон У меня две собаки Ученые были Ночью один А их четверо Тоже глупость же Четверо Ну собаки были у меня Очень сильные И они все Я им дал слово Я вам Про вас не скажу А вы больше сюда Не приходите Они дали слово А потом мы встречались Я уголь привез А один из них Рядом живет Я гляжу Он тайком На улице уголь Через дорогу Сарай А он берет И таскает Я посмотрел на него Как он глядывается Мне до того жалко было Я пошел его Встретил и сказал Ты там Саша Ну не гляди на это Бери Раз надо тебе уголь Да тут его мне много Ну прямо мучается А я уголь получил Из-за чего Писал много статей И мне платили Они сколько в угол Не довезли И сразу столько же За газету Там за статью заплатили Так интересно Когда вспоминаешь Так что Никого не поддержать Не надо Не критиковать Ничего Сказали Да и отошли Мы сказали Слово Божие Я сегодня с одним Разговаривал Тоже мусульманин И я говорю У меня Библия И вы что Мне запретите Ее читать Или проповедить А почему С мусульманами Он в беседах Почему А они откликнулись На это Почему Главное Ты что же Под язык Ко мне залазишь Ты Он ко мне пришел Звонил Я ему теперь отвечать Должен сначала С тобой проконсультироваться Что глупости Я что сказал Сказал Вот так у нас написано Евангелие От Иоанна 3 глава 36 стих Дальше Деяние апостолов 2.14 Нет другого имени Под небом Которым Отлежало бы нам Спастись Кроме имени Иисуса Нет другого имени А под это Попадают все Которые Без Христа Пытаются доказать Что они спасут Разные бессарионы Другие Мировые религии Без Христа Как спасители Который умер За грехи людей А не то Что мы не грешны Все согрешили Все лишены Славы Божьей Все Да и одного Писание говорит И поэтому Я обязан говорить Кто не исповедует Христа Пришедшего во плоти То есть он Не во плоти был Есть дух Обольстителя Антихрист Первое послание Яна Я и говорю А ты сам смотри Подходишь ты под это Или нет Как у нас Без священства Нет спасения Сектанты злятся Мы хорошие С наркоманами Там Работают Я про это не говорю Я говорю У вас нет священства Ну и все Написано Я это и говорю Верующий Сына Божий А ты не веришь Что Христос Второе лицо Троица Нет Ну значит Ты смотри Попадаешь В эту статью Или нет Ты еще Хочешь Вымарать Это из Евангелия Вот и все Ну благодарю Тогда следующий вопрос Задам Уже давай По писанию Послание филиппийцам 1.15 Считайте Некоторые Некоторые Правда по зависти И любопрению А другие С добрым расположением Проповедуют Христа Ну и блаженный Феофилак Говорит Что Из неверных Стали проповедовать Христа Из неверных То есть То что неверных Неверные Проповедуют Христа Вот вопрос Как могут неверные Проповедовать Христа Как это Возможно Дальше стих Прочитайте Там ответ дается Так Сейчас Один Открою Предыдущие Последующие По одному стиху Захвати 14 стих И большая часть Из братьев Господи Ободрившись Узами моими Начали С большей смелостью Безбоязненно Проповедовать Слово Божие Некоторые Правда По зависти И любопрению А другие С добрым Расположением Проповедуют Христа Одни По любопрению Проповедуют Христа Нечисто Думаю Увеличить Чажесть Уст моих А другие Из любви Зная Что я поставлен Защищать Благовествование То есть Было такое Судят Баптистов Ну а там Солдат Который охранял Их Заводил Он уверовал С ним разговаривали Он окол Стоял Там за решетку Сажают Когда Нерона Увеличить Увеличить Тяжесть Сюз Это он Все Павел Насеял Это он Наших Строителей Коммунизма Активных Граждан Сделал Пассивными Надеются На Бога Вот о чем Речь И говорит Блаженна Петелах Толкует И Златоуз Подробно Не то что Они неправильно Проповедуют И он бы Радовался Нет Еретик Царствие Божие Не Наследует Вот о чем Речь идет Все понятно Благодарю Вот спрашивает Тоже человек Ахмат Здравствуйте Игнатий Скажите Пожалуйста Почему Реченно Через пророков Назареем Наречется Назареем Нежели Христианином Почему Не христианином А Назареем Наречется Почему Назареем Наречется Ну Предсказано Было И речь идет Что поселился В Назареем А он Не был Назареем Люди Не догадались О чем Речь идет Когда Говорится Вифлеем Тут надо На перевод Смотреть Дом хлеба И он Явился Там мы Причащаемся От него Все получаем Назареем Наречется Написано И поселился В Назарете Ибо сказано Назареем Наречется Но где сказано Златоуст Говорит Нищи Нету Но это было Когда Матфей Писал Какие-то книги Утеряны Даже не знаем Какие А их около 18 книг Было утеряно Я недавно Этот материал Выставлял Утерянное Получил Такой материал Да Да Ну и все На них ссылки На эти книги Есть в Библии А самих Иеремия 36 Глава Об этом говорит Ну да Ну еще Хотелось добавить Что Он же спрашивает Почему не христианином Но христианином Он не мог назваться Потому что Он сам Христос И христиане Это его последователи Да Ну тут и так понятно Что он Глава Христианин Другой Кто за ним идет Он Христос От его имени Тогда Мне даже Это не имя А как Сказать Прославление Перед Богом Помазание Духом Святым Вот так Вот тоже Спрашивает Кирилл Серебряницкий Ну вопрос Такой личный Игнать Тихонович А кто-нибудь Из ваших дедов Из прочей родни Участвовал В белом движении Может быть В степной войне У Токарева Ну что-то такое Может у него Кто-то знакомый Ой Близкий Серебряницкий Да Надо с ним связаться Там какой-то Такой же был Такая же фамилия Имя И он обо мне Очень большую И хорошую статью Написал В интернете Надо проверить Он или нет Но не знаю Это написано Уже лет 10 назад Было Прямо как В защиту мою Написал Большую статью Как я обратился Предыдущие Предыдущие были Действия Там Так Так Где-то Бывает Что-то Понаслышке Златоуз Говорит Чего в библии Нет О том Мы не Рассуждаем Давайте По порядку Его вопрос Разберем Считайте Еще раз Но вы Может не Расслышали Он спрашивает Из ваших дедов Или прочих Родных Я отвечаю На каком основании Он спрашивает Что за вопрос Дети Деды мои Киржаки И там Я нигде не скрывал Биографии писал Другой дед Белокреницкой иерархии Принадлежал По отцу А по матери Там Я какое-то основание Предыдущее Что содействовал Тому Чтобы такой вопрос Задавать Никто не участвовал Нигде Никогда Но и не приветствовали То что раскулащивали Деда моего Раскулащили Отец мой Бежал Когда раскулащивали А вернулись Когда это кончилось И поэтому Он не был раскулащен Не был А потом уже С фронта пришел Инвалид Вторую группу Пожизненно Руку-то оторвало Под самый локоть По самую Дверху Никого Никогда не было Но мама Рассказывала Помнила Какие были Белые Красные Как там воевали С горы там Стреляли Они где-то В Щарижском районе Жили Она как Горянка А отец Рязанский К этому вопросу Что привело Его С человека Я бы спросил На каком основании Вопрос задаешь Где-то что-то Слышал Видел Нет Отец у меня По Смоленскому Потерял руку В 41 году Там же ужасная Была битва Туда следующий вопрос Тут сестра Пишет Одна Такой вопрос Вот я во всех Своих тяжких Грехах Исповедовалась Но никаких Епитемий На меня не Накладывали Ну собственно Как и Сейчас всегда Делается Потом я ходила Причащаться К непоминающему Батюшке И спрашивает Как мне теперь быть Можно ли мне Причащаться Исповедоваться Какая епитемия На меня накладывается За каждый Смертный грех Или в целом Сразу за все Сделанные грехи Я уточню Я дальше уточнил Говорю А вы крещеная Правильно ли крещеная Она говорит Нет Я не погруженная Ну я ей дал ответ Сказал что Если вы не крещеная То что Епитемия На вас естественно То есть вы Когда вы если креститесь Раскаетесь То есть Ну кто же Не поминающему Батюшке По крайней мере Попокаетесь И креститесь То Епитемия На вас не накладывается Потому что Это было до крещения Но все таки вопрос Вот надо ли Исповедоваться В этом то что Непоминающим Батюшке ходил Непоминающая Да А До этого была Упоминающих Ну видимо да 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 Потому что Говорит потом Я ходила Причащаться Потом Получается До этого Она не ходила К причащающимся Ну К непоминающимся Златовус говорит Если священник Не накладывает Эпитемию Наказание То гибнет Сам и того Кого причащает Многие больные Немало умирает Это опаснейшее дело И притом Определенно Кашпировский Пришел в церковь Ну я раскаиваюсь 18 лет Должен быть Под эпитемией Не причащаться И делится 18 лет На 4 части Плащущие Припадающие Слушающие Куб настоящие До конца Стоять Но не причащаться Церковь Любящая мать Это все Обдумала А вот если Я не ходил Не выражил Но пошел Сам Чтобы он Мне рассказал Полечил На 5 лет А если просто Я его в дом Пригласил Накормил Колдуна Знаю что Ванга Где-то здесь Ее надо накормить На 2 года Отлучаются Вот такие правила От пьянства На 2 года После соблюдал На 2 года Прелюбодеяния Где-то 7 лет До 9 Но вот они Складываются Епитемии Допустим Человек пришел И у него Целый ряд Грехов За которые Положены Сколько-то лет Сложение Происходит Или нет Я это Не считал Нигде Это Сложение Идет в Америке Когда судят Человеку бывает 500 лет Назначают 2 2 Смертных Приговора Это правильно Именно так Вот когда Приговаривали Человек Богохульничал С родителем Не подчинялся Статья за статьей Кого-то убил Его поймали И по одной статье Он должен быть Там побит камнями По другой Надо Казнь какая Утопить его Надо в дерьме Третье Его надо задавить Так они его сажали В бочку с дерьмом Дальше Натягивали с двух сторон А третий Там колол его Чтобы все Казни сошлись На нем И это Если уже Согласно закону Конечно Исполнители Она может На себя Наложить Узнать Какой грех За это И какая Пить имя Должна быть Сама на себя Наложи По поводу И лицо И лицо У таких людей Иезуиты Ищут Что-то Где-то Там этот Безблагодатный Где-то Решает За кого-то А сам Никакой Огрызок Шаманский Но Понятно Получается Допустим Человек Будучи Крещеным Нагрешил Разными Тяжкими Грехами Но За самый Тяжкий Грех Допустим Дают 18 лет Ну Там Другие Поменьше 5 И Получается Берутся По Самой Высшей По Самому Большему Количеству И По Большему Должен Знаете Погашается Сторожно Отлучен Это правильно Что интересно Церковь Обязательно Должна Выходить Но Она Пришла На И Батюшки Говорит Вот так И так На Работе Было Осталась Одна Начальник Остал Вечернее Время Он Там Ну То есть Павла Грех Знаете Отлучать Надо Она Говорит У меня Муж Очень Ремнивая Но Знает Убьет Меня Сразу И Поэтому Ее Батюшка Не Выводит Из Храма Она До Конца Стоит А Муж Так Редко Приходит Она Стоит Он Даже Никогда Не Думает Церковь Любящая Мать Вот Этот Такой Канон Такой Она Не Причащается Но Стоит До Конца Это Нарушение Канона Но Церковь На Это Пошла Чтобы Спасти Ее В Храме Нельзя Чтобы Скотина Была Но В Горах Где-то Там В Грузии Снег Захватил И Обвиняет Наполеон Чтоб Храма Заводил Лошадей А Канон Есть Такой Разрешается Не Просто Конюшни Сделали От Пурги И Спрятать Там Чтобы Он Не Погиб Конь Она Замерзнет Видишь Как У Церкви И Каноны И Все Для Того Чтобы Просияла Святость Божия Его Доброта И Милость И Разумение Человеческое Правильное Да Благодарю Так Следующий Вопрос Вот Человек Пишет 1 Иоанна 5 7 Ибо Три Свидетельствуют На Небе Отец Слово И Святой Дух И Суть Едина И Говорят Многие Говорят Что Это Поздняя Вставка А Как Спрашивают Как Вы Думаете Мне Интересно Ваше Мнение Ну Я Знаю Что Никакой Вставки Нету Она На Всех Переводах Где Читаю Я Везде Это Есть Ну А Так Даже Пусть Ну Ладно Один Стих Там Можно Без Него Спастись Но Как Вот На И Ордане Христос Голос Неба Чей Дух Святой Дух Святой Спускается В виде Голубя Во время Крещения И Голос Звучит Голос Чей Отца Вот И Все Вся Троица Явилась Называется Бога Явление Это Не Один Раз А Несколько Раз Это Сын Мой В нем Мое Благоволение Его Слушайте Отец И Сын Явление Духа Святого Ну А Если Это Уже Говорит Так Я Должен Просчитать Несколько Мест Ничего Что Я Сверну Экран Ничего Теперь Я Открою А Вот У меня Это Закрывает Я Маленько Сдвину Ее Сдвиньте Этот Стих Прослеживается В латинской Традиции В древнейших Времен Вот Это Что Три На Небе В конце Второго Века Его Цитирует Тартулиан Значит Оттуда В середине Третьего Века Священномученики Приан Карпагенске Он дает Не дословно А ссылку На нее Так В четвертом Веке Идации Присциллиан Блаженный Иероним Стридонский Это Иероним Стридонский Это популярный У католиков Он перевел Вульгата Перевод Библии На латинский Язык Как у нас Златоуст Который Ругает Греческих Переписчиков Часто Пускающих Этот Текст В пятом Веке Автор Сочинения Против Варимада А также Внимание Православное Отцы На архивагенском Соборе В 485 Году И Виктор Витянсийский К этому же столетию Относится Два Древних Латинских Манускрипта Включающие Этот стих Вот Теперь В шестом Веке Стих Цитируют Такие авторы Как Фульгенции И Кассиадор В 7 Веке Святой Исидор Сивильский К тому же Есть еще один Латинский Манускрипт Датированный Этим Веком Включающий 7 стих В 8 Веке Его цитируют Святой Беда Достопочтенный И так далее То есть На латинском Православном Западе Этот текст Был известен Очень давно И прослеживается В каждом Столетии В настоящее время Довольно надежно Установлено Что этот текст Был в Италии Старолатинском Переводе Выполнен Во 2 Веке Утверждение Мицгера О том Что его не было В Бульгате Блаженного Иеронима Также подвергнутся Серьезной критике Доказывающей Что в Бульгате Изначально Этот текст Был Хотя и встречаются Древние рукописи Где он отсутствует Кроме того Установлено Что этот текст Есть в древнем Армянском переводе И подвернутой Критике Утверждениям Изгера Что его нет В Пешитто В сирийском переводе Это утверждение Было сделано Без достаточного Изучения Сирийских рукописей Основой Только на 6 Изданиях Текстов Есть греческие Рукописи Датированные Ранее Чем издание Эразма Роттердамского Содержащие Обсуждаемый стих Сама история С подделкой Для Эразма Подвернутой Критике Рядом Авторитетных Исследователей Этого Видного Деятеля Реформации Тем не менее Факт заключается В том Что подавляющее Большинство Греческих Отцов В церкви Не знали Этого текста Или обходили Его межмолчанием Ясно видно Что уже в очень Раннее время Как минимум С 4 века Распространились Греческие Рукописи В которых Этого текста Не было Однако Нельзя сказать Что совсем Никто из греческих Отцов Его не упоминает По крайней мере Современные Защитники 1 Иоанна 5-7-8 Указывают Первое Евангелие Это послание Иоанна На святого Афанасия Александрийского Который Трижды Ссылается Или цитирует Этот стих Ну смотри Показывает Вот На английском Языке Послание Иоанна Нью-Йорк 82-й год 782-я страница Во-вторых На святого Григория Богослова Который В одном месте Подробно Говорит Об этом Стихе Из его слов Следует Что ему Было Известно 7-й стих И он Защищает Его подлинность Перед Оппонентами Рианами Ссылку Можно проверить По И дальше Показывает Где Что Написано Было Еще Примечательный Факт Этот стих Цитирует Как часть Писания Известный Сирийский Писатель 7-го века Якоб Эдески Очевидно Что подчеркнул он его Не из неведомых Ему латинских Переводов Но либо С древнесирийского Либо с греческого Текста Вот и все Ну а как Эдески крестить И во имя Кого? Отца и сына И Святого духа Не во святом духе Как эритики Говорят А Отца И сына И Святого духа Так что Даже стиха Бо этого не было Мы все равно верим Во святую троицу А от святой троицы Прямо Открыто Проповеди Говорятся Уже буквально С первого века Так что И разговаривать Не о чем А это Еретики В основном Начинают Списки Разные были Да В которых Стих не упоминался И что Не означает Что его не было Переписчиком Попался Кем-то Испорченный Текст Его переписали Ну а в библии То он все равно Есть Русский перевод Синодальный 1876 года Наилучший перевод За 2000 лет Самый лучший Самый точный Проверяли не только Значение слова Но как любое слово Толковались Витриации Это вообще Вообразить нельзя Какой труд Да Да Ну вы сейчас Большие труды Перечислили Действительно Вот это Вот эти Ссылки Вот эти знания Мало кто знает Потому что Даже Олег Стеняев Сказал что Скорее всего Это поздняя вставка Но он как Лучше не ссылаться Лучше не ссылаться На этот стих Олег Стеняев А вот Георгий Максимов Вот он как раз Как раз Защищает Этот стих И говорит что Он Имеет Древнее происхождение Ну даже Его нету Ничего не меняется Это говорит Олег Больше Как католические Монахи спорили Сколько демонов Поместится На острие Иглы Вот еще вопрос Иван Воротников Задает Подписчик Нашей группы Вконтакте Игнат Тихонович Заниматься Единоборствами Единоборствами Можно ли Христианину Ответьте По Библии Пожалуйста Заранее Спасибо Библии 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 нигде Не боролись Тем более Христиане Но В житиях Святых Это есть Там был Какой-то Линь Богатырь Который Прямо Где борется Сделано Сделано было Большое Отверстие А там Внизу Натыканы Пики Мечи И он Туда бросал Побежденных И он Один Пришел Там Нестор Его звать Он Пришел К своему Учителю Он в тюрьме У него был И говорит Такое дело Я хочу С ним Побороться С этим Леем Он Его Благословил И кажется Дмитрий Как Солунский Что-то там Такое Благословил Он пошел И победил Его И поднял Его Как бревно И бросил Прямо туда Император Смотрел Император Был Любимец Двоеборье И он Сразу Душу Свою Отдал Дьяволу Ну Его Сразу Арестовали И казнили Ну Как же Победителей Казнили Ну Это Вообще Вот так Ну Нигде Нам Про это Не сказано Что Бороться Но были Такие Боролись Боролись Даже В видениях Он не может Побороть Ему сказано Сзади Схвати Дьявола Руки Вот так Перекрести Там Как Андрея Еродь И он Сразу Бессильный Сделался Он его Поднял Ну Вот Я иногда Смотрю Федор Амельяненко Где борется И там Бывает Где он Побежденный Я никогда Эти Фильмы Не смотрю Мне Неинтересно Неинтересно Да скажет Не правда Я Не настаиваю Что я правильно Поступаю Но неинтересно Но иногда Смотрю А когда были Там без бога Вы пошли на это Не знаю Мне сейчас Трудно ответить Потому что Я готовился Слишком на многое И тренировка И стрельба И все Проще Как спрашивает Кем хотел быть Отмечать Террористам Отомстить Коммунистам За поруганную Землю Вошло же Это в башку Такая Блажь Говорит Как Некрасов Ну Бог Миловал И сказал Тебя Буду Игнать Спрашивает Ну Он спрашивает Заниматься ему Можно или нет Все таки Борьбой Как ему Ответить Ну если борьба То просто борется Там и бывает Греческая борьба Ну еще Об этом Еще такого И нету Иван Подумный Боролся Ну а что бороться Ты для Бога Все делай То есть Телесные упражнения Мало полезно А благочестие На все полезно Имея обетование Будущих благ Не только Этой жизни Не написано Бесполезно Но мало полезно Бывает там Сильнее тебя Давнут Голову Там Шею свернут Зачем то То есть Советовать я не могу Но и доказать По писанию Что это вредно Тоже не могу А что лучше Лучше не ходить Лучше Познакомься Где фермер есть И ходи у него Там навоз Надо выкидать Где-то что-то Сегодня один От Руси Гусей нам зашел Ходит там Какая-то музыка Я говорю Русика-то разная бывает И рок музыка И Вагнер И Скрябин Этот А зачем тебе надо Ну Там рок Тяжелый Я ему все Перечислил Ну и все А Давид играл На гусях Бесы отходили Дух злой Отходил от Саула А он ходит Спортзал А зачем ходить туда Как в кресле Рассонате Лев Толстой Говорит Эти Которые До утра Там Дворяне Разно Звлекаются Энергия То есть А никуда И вся Она идет В обведенное Место Ниже пояса И поэтому Ищет Все время Своих Кухар Как заголок 113 Любовь Из Пушкина Как Сергей Павлович Королев Ракетостроитель Говорит Ни одной Кухарки Не пропускал Правда Нет Ему бегать Надо Длительный Бег Он Хорошо Все И Человек И спокойнее Становится От длительного Бега А когда Железом Занимаешься Наоборот Потом у тебя Только гормоны Еще сильнее Агрессивнее Только человек Становится Вот есть Такой танцор Был Рапаэль Тагиев Кажется Какой он И вот Его спрашивали Он там С мужчинами Там Совокуплялся И прочее А я утром Стою Говорит Я не могу Работу Начать Если я не Побовду Чьих-то Объятиях Ну и Все Спит Спитом Заразился И скончался Два Острова Каких-то Маленьких Купил Там В море А теперь Один в этих Там никого И нет Никому Он не нужен А он Танцор На одном Месте Крутить Все Умелый Там Ничего И нет Все Это Не наше И нам Это Не надо Даже Советовать Никому Не могу Я знаю Что Спортсмены Они Очень Ленивые Ему Надо Чтобы На него Смотрели Я Там Он Тряхнул Поднял Поборол А дальше В тенечике Опять Лежит Потерять Когда Строим Надо Все И они Нет Были Такие Спортсмены Их Просто Пришлось Отправить Он Не хочет Работать Ему Надо Рекорды Ставить А нам Нужно Работать Чтобы Все Было Вот Человек Спрашивает Я не знаю Для чего Этот вопрос Но задам Может Вы лучше Поймете Этот вопрос Как Осознать Свою Греховность Ее Степень Опираясь Не на Память И логику А на Внутреннее Чувство И состояние Как Определить Внутреннее Чувство Да Их нельзя Отбрасывать Это Есть Но Если Совесть Судит Тем Паще Бог Написано Я Выражение Такое Дал Совесть Это Тот Участок Души Через Который Слышится Голос Божий Еще Никто Не Опроверг И Здесь Надо Смотреть Каноны Надо Смотреть Священное Писание Иметь Опытного Наставника Мучает Это Совесть Мучает Это Хорошо И Надо Узнать Почему Когда Это Появилось И Как Этого Избыть Не Доверяться Себе Состояние Что Он Имеет Ввиду Чувство Состояния То Есть До Чего Дошел Я Не Знаю Что За Слово Там Состояние Но Он Как Б Хочет Почувствовать Свою Греховность Чтобы Прям Чувствовать Ее Я Вот Это Не Понимаю Мне Кажется О чем Речь Это Не Одного Его А Зачем Хотеть Этого Что Тебя Мучило Ну Если Что То Где То Поступил Неправильно С Родителями А Теперь Их Нет И Справить Ничего Нельзя А В Другом Месте От Меня Тоже Я После Строительного Техникума Закончил Закончил Хорошо И Два Четыре Курса Там Было Которые Вместе Соединяли Одновременно Там Промышлено Гражданское Строительство ПГС Другие Там Архитектурное Или Что То Где То Ну И Пролетарская Семья Там Проверяли Тогда Здорово И Направили В органы МВД В строго Режимный Лагерь Я Делаю Все По Инструкции А Теперь Понял Можно Было И Не По Инструкции Женщины Они Не Специалисты У Меня Допустим Должно Не Больше 5 Миллиметров Прогиб Потолка Набрасывает А Потом Рассе Растирают Полутером А Я Говорю Там 7 7 Миллиметров Я Говорю Надо Убрать Это А Им Это Трудно Теперь Уже Подсохло И Никто Б Это Не Знал Я Теперь Вспоминаю Женщины Как Опять Кидали Они Хорошо Относились Ко Мне А Я Видишь Как Я Делал Так Как Положено А Можно Было И Пропустить Это Дело Ну Подумаешь Там Где Такие Вот Моменты Когда Были Можно Было По Другому И Неоднократно Это Вспоминаешь Я Себя Наказывал Как Считал Сидел Книжку Уже В Десятом Классе Что Ли Вижу Отец С матери Везут Отходы Зерна Оттуда Где Ток Был От Кладбище И Везут На Санках Я Глянул Они Уже Недалек Огород Где Кончается И Они Тут Уже Идут Я Не Знал Что Они Ушли А Я Считал Книжку Я Сразу Не Пошел Но Прошло Несколько Секунд Секунд А Уже Весна Таяла Я Бросился Подбежал Сани Схватил Повалок Но То Что Вот Это Я Как Бы Не Сразу Побежал Я Себя Наказал Курицам Если Я Где И Пить Себя Ложил Лет На Пять Яйца Куриные Не Есть Чтобы Я Помнил Это Совесть Мучает Какая Пить Имя Были Не В Церкви Священства Не Было Но Совесть Моя Подсказывал Я Должен Себя Наказать Вот Как Отпускай Собор Ответ Ему Дайте Такое Смотри По Совести По Священному Писанию По Канонам Церкви Посоветуй Со Священником Расскажи Опытного Духовника Найди И У тебя Успокоится Совесть Но Он Как бы Видимо Я Так Думаю Что Вопрос Стоит В том Что Он Как бы Почитав Святоотеческую Аскетическую Литературу Почитал Что Постоянное Видение Своего Греха Постоянное Видение Своей Испорченной Природы И В этом В молитве В этом Пребывать Чтобы Молитвенное Состояние Было И Вот Он Спрашивает Я Рассудком Умом Понимаю Что Я Греховный Но Я Этого Не Чувствую А Мне Надо Это Чувствовать Чтобы Я Мог Богу Возносить Покаянные Молитвы Он Как бы Вот Что Спрашивает Я Так Думаю Бог Не По Чувствам Судит Вот Масленников Много Об этом Говорит Масленников Выступает Все Время Об Прощенный Грех И Господь Говорит Я Его Не Вспомяну Господь Говорит Не Вспомяну А Ты Будешь Все Время Терзать Грешно Супер Грешно Архигрешно А Ты Считай Первое Послание Второе Иоанна Прямо Говорит Рожденный От Бога От Бога Не Грешит И Тут Рожденный От Бога Не Может Грешить Не Может То У Него Это Ни Сил Нет Греху Приближаться Никак Вот Это Прочитай Скажи И Не Мущай Себя Этим Прощенный Грех Прощенный Ты Благодарил Все Время Теперь На Второй Ступени И Можешь На Третью Подняться Славословие Богу Воздать Что Он Тебя Любит Простил И Как Верую Верую Не Чувствами А Согласно Слову Божию У У По Библии А Мне Надо Было Делать Козырек Там Я Делал У Голубого Козырек И Я Хотел Доделать До Дождя А Дожди Должен Начаться Со Дня Надежды Я Думаю Надо Доделать Я Делал Делал Но Сегодня Я Не Буду Занять Кому Другому Поручу Пусть Меня Подменят И Написал Чтобы Подмените Меня Я Доделаю Ну И Пошел Делать Дальше Этот Козырек Делаю Делаю Раз Начали Анкер Болты Я Забиваю Там Надо Мне Одну Двести Делал Гнуться Начинаю Ни разу Не гнулись Вдруг Гнуться Начали Не Получается Дальше Еще Что-то Делаю И Вдруг Валится Не Получается И Все Делать Дальше Забиваю Молотком Молоток Вылетает Мне На голову Как Упал Я Сразу Вскочил Сразу Вскочил Даже Все инструменты Бросил Пошел Сюда На занятия Подними Прихожу А полчаса Они уже должны были Пройти Полчаса А оказывается Никто не ведет Занятия Никто меня Не подменил Все ждут Меня И я Все Провел Занятия Тогда То есть Неправильное Решение Принял Я тогда То есть Поменял Доделать Вместо Того Чтобы На занятия Придли И Показал Молоток На голову Приливал Да Ну Игнать Тихонов Все На сегодня Ну Все И слава С Богу По-хорошему Разойдемся Да Ну Все Отключить Отключать Тогда Это Да